Трудные места описания с библейским порталом Акзегет. И сегодня прямо образцово трудное место. Я очень люблю это трудное место. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 21 стих. Так, я прочитаю синодальный перевод. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Вы поняли? Я ничего не понял из синодального перевода. Рабом ли ты призван, это ясно. Павел здесь говорит о том, что люди получают призвание от Бога, ну то есть они приходят к Богу в разных социальных ролях. Женатые, замужние, вдовы, неженатые и так далее. Рабы свободные. Значит, если ты был призван, стал христианином, будучи в это время рабом, не смущайся. То есть, ну, рабы ничем не хуже других людей перед Богом. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Так освобождаться или нет? Ну, вообще, у раба были способы освободиться. Понятно, что всегда можно убежать или поднять восстание. Павел точно этого не имеет в виду. У нас есть целое послание к Филимону, где он как раз описывает ситуацию беглого раба и отправляет его обратно к хозяину. И говорит ему, это твой раб, он должен к тебе вернуться. Значит, побеги ему совершенно не нравились Павлу. Но было вот и такое, что рабов отпускали на свободу. Делались они вольно отпущенниками. То есть, хозяин за какие-то услуги, иногда за деньги, если раб был предприимчивым, он мог там устроить какую-нибудь свою собственную маленькую торговлю. Да, он сам собственность хозяина, но мозги и руки у него есть. В общем, можно что-то придумать. В общем, за какие-то услуги либо материальные выгоды хозяин мог отпустить раба на свободу. С этого момента он становился свободным человеком. И, наверное, большинство рабов, в принципе, хотело, и многие прикладывали усилия к тому, чтобы это с ними произошло. Значит, это все-таки возможный путь. Если для тебя это возможно, то что? По-гречески там стоят два слова. «Маллон хрэсэй». «Маллон» — это «лучшее» или «лучшее». Либо как наречие, либо как форма просто прилагательного в сравнительной степени. А хрэсэй — это повелительное наклонение воористи от глагола храума, который может обозначать «пользоваться» или «служить». И в результате у нас может получиться вот, что «Маллон хрэсэй» — «лучше воспользуйся». Если есть возможность освободиться, то лучше воспользуйся этой возможностью. А есть возможность понять «ты лучше послужи». То есть даже можешь освободиться, а вот служи, прояви себя как раб, потому что быть рабом — это ничуть не постыдно пред Господом, и наоборот, это даже, в общем-то, какая-то особая свобода, внутренняя свобода, когда ты не должен думать, чем тебе заняться, а все свое время посвящаешь только молитве, при этом работаешь руками. Отличная возможность. А есть довольно маловероятный способ перевода, но синодальные именно ему отдают предпочтение «лучшим воспользуйся». То есть, слушай, у тебя своя голова на плечах, можешь освободиться? Решай, как тебе удобнее. Освобождаться, становиться вольноотпущенником, оставаться рабом. Между прочим, свои плюсы были. Хозяин кормит. Если хозяин хороший и не зверствует, то, в общем-то, рабам у него неплохо живется. А когда ты сам свободный человек, ты еще должен заработать, и ты еще должен всячески вписаться в общественную структуру, может, у тебя это не получится. Решай, как тебе удобнее. Полностью отдаю на твое усмотрение этот выбор. Интересно. Вообще-то, большинство современных переводов понимает это так, что все-таки лучше воспользоваться. Я процитирую свой перевод. «Ты был призван рабом, пусть тебя это не заботит. Впрочем, если можешь освободиться, воспользуйся такой возможностью». И тут же я даю примечание. «Или, и даже если можешь освободиться, лучше послужи». То есть я понимаю, что перевод может быть двояким. Я не буду сейчас глубоко влезать в грамматику греческую, уже немножечко влез, но, тем не менее, я хотел бы посмотреть скорее на контекст этого высказывания. Вот в седьмой главе Павел начинает рассуждение о свадьбах, о браках и постепенно подводит свою аудиторию, коринфянам, к такому выводу. Это все не важно. Женатый, неженатный, раб, свободный, социальные роли важны в этом мире. А послание начинается с того, что мудрость этого мира и есть безумие пред Богом. Значит, в этом мире есть определенные социальные иерархии. У каждого есть много разных таких полочек, на которых он стоит, да, как статуэтка. Вот он там муж, отец, он там, допустим, свободный, он там, допустим, член какого-то сообщества, он там занимает какую-то должность в городском самоуправлении. Это все мудрость этого мира. Пред Богом она ничто, поэтому не суетитесь. Вот где вы стоите на этих полочках, там и стоите. Но при этом он говорит, вообще плохого в том, чтобы выходить замуж девушкам, тоже я ничего не вижу. Логично предположить, что он скажет, ну, это естественное желание девушки выйти замуж, да. Естественное желание раба получить свободу, да. Ничего плохого в этом нет. Пользуйтесь этим, если у вас есть в этом потребность, если у вас есть такое желание, вы свободны в этом выборе. Но тогда что парадоксально? Получается, синодальный перевод правильный? Мне кажется, он не соответствует тому, что Павел хотел сказать на уровне слов, да. Он явно не хотел сказать, сам разбирайся. Ну, были способы это сказать по-гречески разные, да. И, в общем, можно было, решай за себя и так далее. Он этого не сделал. Но лучшим воспользуйся, это вот такое подведение итога. То есть, может быть, тебе лучше будет свободному, может быть, даже и в рабстве ты находишь свои какие-то плюсы. Это твое дело, это твоя свобода. Но твоих отношений с Богом это не меняет. Он дальше продолжает, сразу после этого я цитирую свой перевод. Кого Господь призвал в положении раба, тот становится в Господе свободным. Ну, в смысле, Господь его освобождает от греха, смерти, от рабства этому миру. Хотя он раб другого человека. Точно так же, кого Господь призвал свободным, тот становится рабом Христа. В смысле, он теперь ему подчинен. Он называет Христа своим господином. Вы были куплены за великую цену. Не становитесь рабами людей. Великая цена – это, конечно, крестная смерть Христа. Он выкупил вас из рабства этим способом. Понятно, что это некая метафора, когда крестная смерть понимается как некий выкуп. Только не спрашивайте меня, кому? Отцу, наверное, нерадостно смотреть на смерть сына, а сатане Иисус точно не приносил никаких жертв. Это, конечно, метафора, это некий образ, что смерть – это была чем-то, что дает человеку свободу. Мы называем это словом «выкуп». Как, допустим, кто-то должен другому человеку, а приходит некий богатый его друг и отдает этот долг, выкупает долг, но освобождает тем самым от долга. Так вот, не становитесь рабами людей. Ага, значит, все-таки рабство – это плохо. Но мне кажется, что даже здесь Павел говорит не столько о том, что быть рабом – это плохо, хотя чего уж в этом хорошего. Но тогда это было абсолютно нормально. Сколько не становитесь рабами человеческих мнений, ожиданий, поступков. То есть, вот, допустим, кто-то из нас, рабства сегодня уже нету, по крайней мере, официально. Есть, конечно, ипотека, есть много всего похожего. Но это не считается рабством в полном смысле слова. И вот кто-то старается всячески занять вот какую-то правильную полочку в этой социальной структуре, да? Должность получить, звание, там какую-то вот признательность, зарплату, соответственно, даже не ради денег, а вот чтобы ощущать себя на высоком каком-то уровне. Да, вот это не соответствует нашему уровню. Но этот человек, он раб других людей. Почему? Он полностью им угождает, да? Раб он угождает своим хозяевам. Этот человек раб других людей. Он ждет от них одобрения, признания. Он ждет от них каких-то вот этих вот медалек, значков там, грамот почетных. Не всегда физических, очень часто, так сказать, в переносном смысле слова «почетный грамот». И он забывает о том, что он раб Христов. Ну, а что касается рабства, вы знаете, мне кажется, как и я в своем переводе на первое место ставлю, все-таки толкование, что ты можешь воспользоваться возможностью получить свободу, оно более убедительное, потому что, ну, мне трудно представить себе Павла, который говорит, ой, оставайся лучше рабом, да? Может, это мое такое предпочтение. Просто Павел певец свободы человека, певец того, что человек перед Богом отвечает за себя. И мне кажется, что в этой ситуации ему гораздо свойственнее было бы дать некоторое позволение. Если ты раб, в этом нет ничего страшного. Но можешь освободиться, освобождайся. А может быть, он действительно нарочно написал так, знаете ли, вот «казнить нельзя помиловать», запятой не поставил. «Освободиться нельзя оставаться рабом», да? Где поставить запятую? То ли там, то ли там. Ровно для того, чтобы каждый мог решить это самостоятельно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Продолжение следует...